всем доброго времени наконец-то сегодня у меня дошли руки чтобы полистать вместе с вами такую вот раскраску это моя новая китайская раскраска одна из трех последних от художника или художницы дада мао я эти книжки называю книжки малышки потому что они намного меньше по формату чем стандартные китайские раскраски которые мы привыкли те раскраски примерно наверное формата а4 собой взяла одну из таких раскрасок чтобы показать вам в сравнении и вот эта раскраска такая вот малышня настолько она меньше больше форматной книге я думаю что эта раскраска примерно формата а5 я конечно не очень в этих форматах сильно но что-то около того скажем так что касается других скажем так технических характеристик то эта книга очень сходно на своих старших больших сестер у нее мягкая картонная обложка обложка это раскрывается полностью оголяется корешок который очевидно прошит и это не может не радовать соответственно я уверена что моя книга в будущем не развалится и также преимущество этой книги в том что она раскрывается полностью знаете бывают часто такие проблемы в книгах когда корешок раскрывается не полностью а картинки находят одна на другую да и вот в этот стык очень тяжело чем-то подлезть там карандаш или кисточка чем вы раскрашиваете но это вызывает определенного рода трудности здесь же таких проблем не возникает бумага в этой книге довольно плотная гладкая и она белая но не белоснежная такое средней белизны если можно так это назвать и можно сказать что здесь картинки односторонние поскольку сама картинка находится на одной стороне а на второй всегда рамочка какая-то веточка птичка цветочек и иероглифы которые в принципе нам с вами это думаю что особые роли не играют поэтому в этой книге можно раскрашивать всем чем вашей душе будет угодно будь то спиртовые маркеры будь то акварель конечно при должной защите следующие картинки в общем то и в этом также преимущество таких книжек односторонних что можно не бояться попортить соседнюю страничку также в этой раскраски вложен вот такой вот постер который представляет собой целый метр бумаги бумаги кстати очень плотной мне кажется что это акварельная бумага бумага очень текстурированная даже на камере видно и на этом постере изображены некоторые персонажи которые будут встречаться в раскраске поэтому если вы задумали как-то по-особенному кого-то раскрасить из них но боитесь попробовать в книге вдруг что-нибудь испортите то можно попробовать на этом постере ничего в принципе не боясь испортится испортится как бы не сильно страшно в самой книге 36 иллюстрации и в этом она абсолютно схожи со своими большими сестренками больших книгах тоже 36 37 бывает иллюстрации ну в общем примерно столько я даже была ради интереса пересчитала большой книги до количество иллюстрации сошлось ну а теперь давайте посмотрим что же содержится в этой книге какие картинки и начнем мы с название этой книги как вы знаете китайские раскраски идентифицировать вообще очень сложно поскольку их название на алиэкспрессе стандартно содержит 10 слов которые друг с другом логическую цепочку не выстраиваются поэтому я тут занялась переводом иероглифов и я скажем так мой вольный перевод выдает название такого рода как мечты о поэзии древнего китая почему мечты о поэзии потому что вот эти вот иероглифы на самом деле не просто набор каких-то значков а связный текст и более того это не просто текст а произведение литературы которые относятся к золотому веку китайской литературы эпохи тан то есть это примерно 7 век и здесь собраны и самые известные стихотворения какие-то трактаты выдающихся поэтов того времени так что это не совсем раскраска мне кажется что это такой учебник литературы в картинках это мне так вызвало определенную улыбку потому что я например учебник русской литературы в картинках смутно представляю ну например для самых маленьких со сказками пушкина я могу это представить а если мы будем говорить например о прозе достоевском кстати какие там могут быть картинки когда раскольников бабушку топором то есть так интересно интересная задумка была первые два разворота в этой книге это скажем так аннотация это каждый герой каждый персонаж изображен и подписано его название подписан поэт который из которого скажем взято то или иное произведение которым потом эта картинка будет служить иллюстрации ну и поехали я не буду зачитывать каждое стихотворение иначе во первых это будет не интересно во вторых это видео затянется часов на нацать кто его будет смотреть поэтому просто давайте посмотрим картинки посмеемся с некоторых из них в будущем когда я буду показывать раскрашенные странички то я вас буду знакомить все же с содержанием того или иного произведения иллюстрацию которым я раскрасила начинается все с таких милых мальчика девочки цветущие деревья цветущие дерево цветочки кстати на протяжении всей этой книги будет встречаться много изображений цветущих деревьев и мне всегда казалось что это цветущая вишня по аналогии с японской сакурой но попереводив все эти скажем так стихотворение оказалось что нет я ошибалась и большинстве своем здесь изображены цветущие персики так что дерево персик цветущий персик более популярного этой раскраски такой крестьянин один из немногих изображен в этой раскраски рыбачит такая картиночка когда девушка танцует с целым музыкальным ансамблем и в продолжение юноша под полной луной в зарослях бамбука играет на музыкальном инструменте вот эта картинка мне очень нравится такая милая мама с дочкой мне кажется по торговой улице идет мама купила провизию ну и конечно же ребенку за сахаренных фруктов на палочке как же отказать ребенку в конфетке такие здесь все милашные девчульки это весь этот анимешный стиль такие глазки большие щечки вот такая вот танцующая девушка танцовщица с мечами и здесь целый трактат это не стихотворение это приведены воспоминания очень известного поэта того времени которому посчастливилось быть приглашенным в императорский дворец и быть свидетелем танца очень известной исполнительницы танца с мечами того времени так он впечатлился увиденным что написал целый трактат вот эта картинка меня безумно всегда радует такой смешной мальчишка с хвостиком на макушке скачет на коней с бамбуковой палочки девочка сверху ну и кстати длинное стихотворение не такой уж радужная но ладно целая семья идет по улице и опять же иллюстрирующая картинка не совсем совпадает по настроению со стихотворением потому что она очень такое сказала грустная рассказывающая что уходят в историю целые известные благородные семьи благородные фамилии кто-то из них неудачно выступил в мятеже встал не на ту сторону то есть понятно кого-то казнили кого-то сослали такая мне нравится барышня смотрит на цветущую магнолию полная луна свеча эти две девчушки катаются на качелях подружки но я не опираюсь на приведенное произведение просто вот то настроение которое мне кажется есть этой картинке такие милейшие кролики зайчики изображены задумчивый юноша на лодочке под кленом плавает по озеру почему-то мне кажется что эта картинка обязательно должна быть осенний клен должен быть красным хотя красный клен это больше японское растение но не важно такая барышня тоже смотрит на цветущее дерево и возле нее прикормил котенок еще одна милейшая девчулька перед зеркалом тоже цветущие деревья бабочки какая интересная троица прыгает по камушкам этот персонаж мне очень напоминает аладина в чалме смотрите какая забавная картинка мальчик на голове сидит птичка смотрит на птичку а внизу три милейших котофееча один он подтягивается второй спинкой землю чешется третий просто спит тут такая задумчивая девушка тоже под цветущей растительностью еще одна задумчивая девчулька о чем-то грусти вздыхает а это веселый мальчик набрал корзину ягод и идет себе почему-то на голове у него сидит ну кажется это белочка такие вот тоже милые создания с пекинесом самая императорская китайская порода собак император поднебесный держал именно таких песиков еще одна девочка набрала цветочков корзинку ими набила вот это такая забавная картинка мне кажется что это целая семья муж приболел он сапожки сбросила ножками сучит жалуется на судьбу свою несчастную он девчушка принесла ему лекарства и хихикает с этого всего такой очень вдумчивый юноша возлежит на ложе и распивает не совсем не кажется чай потому что в кувшине чай и не приносит что-то возможно персиковое вино у него и вот две девчушки одна второй помогает красоту наводить вон прическу ей наводит а это барышня любуется в зеркало посмотрите внизу и пудреница изображенная кисточка с помадой или с тенями для глаз а это такой задумчивый романтик юноша держит свиток наверняка со стихами эта картинка для меня олицетворяет местного красавца сидит он с птичками разговаривает на камушке а позади него девчульки вздыхают по красавцу барышня принарядилась пошла по торговым рядам наверное пошопиться это такое кофейня ну вряд ли это кофейню кофе тогда не знаю пилили скорее всего конечно это чайная сидит молодой человек распивает чай а ему создают настроение он позади музыкант играет на это такой смешной юнец разлегся на крыше посмотрите приютил за пазухой котенка возле него котик пригрелся спит какой-то он такой прям счастливый-счастливый расплылся в улыбке а это парочка девчушка стесняется скромничает личико прикрывает видно мальчик ей что-то очень романтичное рассказывает молодой ученый посмотрите сколько у него свитков с письменами один в руках второй вон в ногах лежит третий за плечами сколько их тут еще три хотелось бы сказать что он прилежно учится но вряд ли бабочек разглядывает мечтает и вот такая последняя картинка девушка на лодке посреди озера чайок у нее сзади с музыкальным инструментом и прям целый-целый трактат рядом ну и на последней страничке как обычно приведена аннотация всех изданных раскрасок этого художника такая вот классная книжка малышка я на нее все так смотрю смотрю пытаюсь взяться пораскрашивать но себя сдерживаю потому что очень много всего начатого и незаконченного пора завершать мои незаконченные работы но раскраска действительно потрясающая если вам нравятся такие же раскраски то можете смело заказывать разочарованными вы не будете как обычно всем спасибо кто пролистал эту книжечку со мной всем только самого доброго времени всем пока